Знаменитостей принято называть звездами, но порой в голову приходит мысль, о чем этот человек так популярен, что его называют звездой, и заслуживает ли он этого звания. Мы собрали подборку из десяти таких звезд, чтобы во всем разобраться. Софья Эрнст Софья Заика была никому неизвестной до тех пор, пока не вышла замуж за руководителя Первого канала Константина Эрнста. С 2015 года Софья снималась в не особо популярных фильмах, но в 2019 году ее утвердили на главную роль в сериале «Содержанки». Кинокритикам не понравилась игра Софья, несмотря на это, с 2019 года стала выходить не менее двух фильмов в год с участием этой актрисы. Иришка Чики-Пики До недавнего времени о существовании Иришки Чики-Пики знали разве только фанаты Олега Монгола. Однако со временем Иришка стала появляться на федеральных каналах, как, например, в передаче «Давай поженимся» и на больших онлайн-площадках с миллионной аудиторией. Амина Усманилаева Амина заняла второе место в шоу «Новые пацанки. Семь сезон». Затем ее пригласили в шоу «Большие девочки» на канале «Пятница». К слову, девушка не настолько нуждается в шоу «Большие девочки», и это видно невооруженным глазом. К тому же, она не выполняет большинство заданий, ссылаясь на здоровье. Зрители пришли к выводу, что Амина была приглашена исключительно ради поднятия рейтингов проекта. Прохор Шаляпин Андрей Захаренко назвался Прохором Шаляпиным, сопроводив свою биографию родством с советским исполнителем Федором Шаляпиным. Быстро выяснилось, что парень взял псевдоним и в родстве с артистом не состоит. Этот пиар-ход принес певцу некую узнаваемость. А скандальные ток-шоу и отношения с пожилыми женщинами заинтересовали Прохора Андрея больше, чем творчество. Айза Анохина Айза стала известной благодаря своему популярному супругу, рэперу Гуфу. Все свои ссоры и примирение семейная пара выставляла на обозрение в социальные сети. Драки, скандалы, оскорбления – за ними с интересом наблюдали тысячи подписчиков. В итоге Айза и Гуф развелись. Но девушка продолжила поддерживать свою популярность личными историями и пикантными фотосессиями. Паулина Андреева Как и Софья Эрнст, Паулина снималась в не особо популярных фильмах, пока не вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука. С тех пор ее карьера стремительно движется вверх. В фильмографии Паулины появились работы в большом кино, но кинокритики бывают недовольны ее игрой. Некоторые считают ее сухой и недостаточно эмоциональной. Несмотря на это, с 2015 года, начиная с сериала «Метод», в арсенале актрисы уже 17 ролей, 10 из которых – главные. Александр Шпак Александр мог бы стать известным бодибилдером и достичь славы Арнольда Шварценеггера, но для этого ему бы пришлось много и упорно работать, а результат не гарантирован. Шпак нашел более быстрый способ получить свою порцию хайпа – стать фриком. Бесчисленные пластические операции сделали его популярным. Только слава оказалась нестабильной, стоит Александру не упомянуть о себе лишний раз, как о нем сразу все забывают. Анастасия Волочкова У Анастасии был заслуженный статус звезды Большого театра. Но, вместо того, чтобы стать педагогом и преподавать балет детям, Волочкова пустилась во все тяжкие. Со временем тонкую и обаятельную балерину стала не узнать. Яна Кошкина Яна стала узнаваемой после того, как модернизировала свою внешность. Ее стали приглашать в качестве ведущей и утверждать на роли. Более того, Кошкина стала одной из постоянных актрис шоу «Однажды в России». Однако, некоторые из зрителей придерживаются мнения, что она незаслуженно популярна. Ее роли также однотипны, как и поведение. А кроме эффектной фигуры Яне больше нечем удивить. Гаген Солнцев Этот мужчина начинал свой путь с релити-шоу «Дом-2», которое некоторые шутливо называют «фабрикой фриков». После телестройки Гаген начал ходить по скандальным ток-шоу, где изо всех сил старался выделиться. Все, чем запомнился Солнцев, это выкриком «Адвокат», который стал мемом и романом с пожилой актрисой Екатериной Терешкович. Продолжение следует...